Всем привет, я Макс. И сегодня я расскажу про интересный новый смартфон. Это Yumi Digi One Max. По внешнему виду смартфон выглядит приятно и соответствует своей сумме. Сам корпус имеет металлический каркас и стекло на тыльной части, что выглядит действительно красиво и достойно своей стоимости. Но отмечу, что данный смартфон весит не очень и мало. 200 грамм. Имейте это ввиду. Кстати, в смартфоне разместился обычный сканер отпечатков пальцев, но расположился он в необычном месте, на боковой грани. Ширина корпуса 7,5 мм, что достаточно удобно для обращения с ним. На лицевой же части смартфона можно заметить, что в экране имеется небольшой вырез под фронтальную камеру, что выглядит сегодня красиво и стильно. Дисплей тут действительно крупный, размером 6,3 дюйма, а разрешение HD+, что может показаться немного. Но опять же повторюсь, если читать смартфон с помощью лупы, то будут видны точки. А так в жизни конечно же нет. Матрица дисплея используется действительно очень качественная и приятная для просмотра. Углы обзора отличные, для использования на улице также яркости достаточно. По части производительности здесь установлен бюджетный средний восьмиядерный процессор Mediatek Helio P23 и 4 гигабайта оперативной памяти. Для производительности системы этого более чем достаточно, для браузера и программ. А вот что касается игр, то здесь не так все радужно. Максимально вы получите среднюю графику или минимальную. Конечно же речь идет о самых мощных играх. Смартфон из коробки работает на системе Android 8.1. Это сегодня достаточно свежая система. Ну конечно же хотелось бы в 2019 году получить уже Android 9. Ну как есть, так есть. Внешне система выглядит как чистый Android, но на деле это почти чистый Android. С незначительными изменениями. По камере здесь не очень все плохо. Основная сдвоенная камера на 16 плюс 2 мегапикселя от компании Samsung. И на нее получаются неплохие фотоснимки днем. И они с действительно хорошей четкостью и правильным балансом белого. Второй же модуль тут отвечает только за режим Bokeh. То есть размытие заднего фона. С чем он в принципе справляется. Видеосъемка здесь обычная. Поддерживается только Full HD в 30 кадрах в секунду. Что касается фронтальной камеры, то здесь все плохо. 5 мегапикселей, четкость будет недостаточная. А также и бывают замыливания кадров. И это точно не подойдет для селфи и снимков в Instagram. Аккумулятор здесь достаточно крупный. На 4150 мА. Этого вам точно хватит на полтора-два дня работы. Что довольно неплохие результаты сегодня. И означает, что вам не придется его подзаряжать на работе или в течение одного дня. Заряжается смартфон полностью с нуля менее чем за 2 часа. А также отмечу, что устройство поддерживает QE беспроводную зарядку. Что необычно для данной фирмы. Да и для данного ценового диапазона смартфонов из Китая. Также отмечу, что в смартфоне из необычного имеется поддержка NFC для бесконтактной оплаты. Ну и имеется здесь USB Type-C и обычный разъем для наушников. Поддерживается и OTG и гироскоп. По связи смартфон поддерживает все необходимые частоты для мировой сети 4G. Есть тут и Band 20. В итоге смартфон из минусов имеет следующее. Это плохую фронтальную камеру, невысокую производительность в играх. И в общем-то на этом все. Ну и из плюсов смотрите сами. Тут современный внешний вид и хороший дизайн в целом. Крупный аккумулятор, есть поддержка беспроводной зарядки, а также NFC. Широкая поддержка 4G, хороший экран и крупный. И также много встроенной памяти 128 ГБ. Хотя и имеется поддержка карты памяти вместо одной сим-карты. Все это подойдет человеку, кому не особо важны игры в смартфоне. А нужен отличный внешний вид и удобный функционал. В виде беспроводной зарядки или беспроводной оплаты. А также других важных особенностей. Сегодня смартфон продается за 180 долларов. И стоимость смартфона полностью соответствует данной начинке. Конечно подойдет она не для всех, но это уже выбирайте, что для вас важнее. Вероятно именно это то, что вы искали. Ну а все ссылки на данный смартфон внизу в описании под видео. Ну а на этом все, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а также смотрите другие видео на моем канале. Ну и напоследок удачи вам и покупайте только нужные вам вещи. Субтитры сделал DimaTorzok